Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня я хочу поговорить об одном единственном рассказе, любимого мною автора. Рассказе Борхеса «Вавионская библиотека». Два слова о том, почему. Ну, потому что «Вавионская библиотека» — это один из самых известных рассказов Борхеса. Он поражает своей абсурдностью, он поражает своей фантастикой, которая очень ярко смотрится даже на фоне новейших киновыдумок, и всего того, что мировая литература понагородила, создавая замкнутые объемы, замкнутые пространства, тягостные, антиутопичные, смертельные для их обитателей зачастую. Но, тем не менее, в этом бесконечном кошмаре вспоминается очень много произведений на эту тему. В этом тягостном кошмаре есть всегда какой-то просвет. Вот Борхес — это тот удивительный автор, который умудряется привлекать меня без вот этого просвета. Почему? Потому что, если говорить о творчестве писателя в целом, меня, возможно, сейчас очень сильно не полюбят, что называется, любители творчества Борхеса, и раскритикуют. Но я хочу сказать о том, что очень часто хочется при чтении Борхеса, чтобы он проговорился о том, что все эти бесконечные игры в мировую культуру, игры в цитатность, игры в бесконечный вот этот лабиринт, книжного знания, в котором мы с ним блуждаем, это необычайно интересно. Они все, кроме всего этого, есть еще некий выход вертикальный, выход вверх, есть еще и некая надежда, ну пусть не на загробную жизнь, но на что-то такое, что оправдывает существование всего этого изысканного, бесконечно сложного многообразия форм литературных и художественных. Но у Борхеса этого нет. У него, когда ты читаешь, ты понимаешь, что все, что человеку дано, это вот эта вот культура, вот эти вот книги, вот эти авторы, эти стихи, и ничего сверх этого, никакого выхода в иную реальность, романтического, мистического, религиозного, какого угодно. Черт возьми, нету. Есть только то, что ты успеешь прочесть за свою жизнь. Есть только то, что ты успеешь понять из прочитанного. Все остальное считай, что не существует, потому что этим все и закончится. Не можешь просто так читать, пиши. Все. Вот, вот этим все кончается. Это, конечно, ужасно, потому что если даже есть сфера идеала у писателя, это, кстати, вот подобным, это еще очень давно со студенческих лекций Сергея Юрьевича Баранова заставило меня задуматься замечание. Подобным идеалом обладал Константин Батюшков. У него тоже очень четко сформулирован некий элизий, где пируют в дружеском взаимопонимании и в дружеском общении любимые им авторы, от античности до наших дней, значит, до его дней, естественно, где у него весь набор нехитрых его удовольствий, да, и самое главное, муза. Муза постоянно присутствует вот в этом творчестве, да. Но это все абсолютно в книжной упаковке, книжной замкнутости, да. Понятно, что это мир фантазии, что к реальному миру из него выхода нету, и что в реальности-то было то, что и было в его жизни, да. То есть, если вы вспомните биографию Батюшкова, то есть, это войны, это страшные, совершенно чудовищные военные действия, походы, еще раз походы, это неудачная светская жизнь, несчастная любовь, да, и сумасшествие в конце жизни. То есть, вся та мерзость жизни, которая была, которую он испытал в полной мере, и гибель друзей на поле боя, и изгнание, да, и, ну, в общем, все, что может испытать человек. В то же время, его идеал в этом отношении достаточно трагичен. Это вовсе не идиллическая картина, трагическая картина. Так и у Борхеса в самой подаче, вот его, в самом мировоззрении, заложенный фундаментальный трагизм заложен. Вот как бы я сказал. Так это или нет, но в любом случае, тексты вот этого менее привлекательны не становятся. Это колоссальное интеллектуальное наслаждение, да, разбирать его символы, его образы в меру своего понимания, конечно, потому что этот человек не просто сверхобразованный, это человек, словно впитавший в себя мировую культуру, и очень самонадеянно было бы сказать, что я что-нибудь такое понял, что до меня не описано в бесчисленных научных статьях, и что-нибудь такое, этакое смогу сейчас вам здесь рассказать про рассказ Лавионской библиотеки, который, собственно говоря, является одним из самых знаменитых текстов Борхеса, кода. Итак, Лавионская библиотека. Рассказу предпослан эпиграф. Это искусство позволит вам созерцать различные сочетания из 23 букв. Анатомия Меланхолеи. Очень известный текст, да, не будем вдаваться, почему и здесь, он по философским символическим причинам, да, есть формальная причина, речь идет о различных сочетаниях из 23 букв. Итак, первая фраза этого текста. Вселенная, некоторые называют ее библиотекой, состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей с широкими вентиляционными ходами, колодцами, огражденными невысокими перилами. Из каждого шестигранника видно два верхних и два нижних этажа до бесконечности. Устройство галереи неизменно. 20 полок по 5 длинных полок на каждой стене, кроме двух. Их высота, равная высоте этажа, едва превышает средний рост библиотекаря. К одной из свободных сторон примыкает узкий коридор, ведущий в другую галерею, такую же, как первая, и как все другие. Налево и направо от коридора два проходных помещения. В одном можно спать стоя, в другом удовлетворить естественные потребности. Рядом метровая лестница уходит вверх и вниз и теряется вдали. В коридоре зеркало, достоверно удваивающее видимое, зеркало наводит людей на мысль, что библиотека не бесконечна. Если она бесконечна, на самом деле, зачем это иллюстурное удвоение? Я же предпочитаю думать, что гладкой поверхности выражают и обещают бесконечность. Свет дает округлые стеклянные плоды, которые носят название ламп. В каждом шестиграннике их две, по одной на противоположных стенах. Неяркий свет, который они излучают, никогда не гаснет. Как все люди в библиотеке, в юности я путешествовал. И дальше ты начинаешь после этого детального описания с четкой картинкой. Это все можно нарисовать. Это можно при помощи графического редактора построить в перспективе объемную модель вот этих вот шестигранников, уходящих в бесконечность. Дальше начинается описание биографии одного из библиотекарей, существа, населяющих этого мира, таких же, как и мы с вами, но живущих в этом замкнутом пространстве. И вот это описание, это и есть самое интересное. Вот эта вот модель, которая изложена менее чем на странице, это модель идеальной антиутопии. То есть замкнутое пространство, которое само диктует тебе, чем тебе заниматься. Дальше можно интерпретировать эту модель в любом ключе. Можно сказать, что это сюжет для фильма ужасов. Да, действительно, замкнутое пространство, клаустрофобия, что-то страшное таится где-то в одной из этих бесчисленных галерей и так далее. Можно сказать, что это утопия. На самом деле, рай библиофила. Только представьте себе, мириады, невероятное количество гугл книжных томов, стоящих на полках. Бесконечность в твоем распоряжении. И ничем больше не надо заниматься. Если ты действительно сдвинулся на этом деле, если ты за райское наслаждение почитаешь имя на чтение, то ничего другого тебе и не надо. Только два крохотных помещения, в одном из которых, по-видимому, какой-то неискончаемый запас еды и воды, а в другом можно спать стоя. Не сильно комфортно, но если заниматься только чтением, то в принципе сойдет. Вот этот вот сумасшедший, совершенно мир. Некое произведение, конечно, больного воображения в данном случае. Но то, что сам Борхес при этом абсолютно здоров и рационален, показывает дальнейшее содержание рассказа. Поскольку дальше описывается именно то, как ведут себя люди, населяющие этот мир, чем они занимаются, на что они надеются и что, собственно, на этих страницах книг. Весь ужас положения в том, что текста на этих страницах книг нет. Там комбинации из 23 букв, которые иногда складываются в осмысленные тексты, но в основном являются абсолютно бессмысленным статистическим набором случайных элементов. И эти символы, считая знаки припинания и пробелы, заполняют равномерное количество страниц, оно одинаковое во всех томах, равномерное количество томов, оно одинаковое на всех полках. И люди всю жизнь тратят на то, чтобы найти хоть одно осмысленное слово, поскольку язык-то, язык у них в голове с рождения. Здесь немножко не сказано, каким образом эти библиотекари попадают в этот мир. Вероятно, все-таки, что речь идет не о естественном развитии замкнутого пространства, где какая-то популяция размножается, ничего не сказано о детях и так далее. Это что-то вроде мира братьев Стругацких, которые в граде обреченном, вот эта вселенная, градообреченного со своими законами, со своими тайнами, на неком уступе под искусственным светом, она в результате эксперимента возникает. И люди туда попадают, конечно, кто-то там и рождается, наверное, на месте, но на самом деле попадают туда из нашей реальности, из нашего мира, необратимо по доброй воле. Вот они выбрались, выбрали эксперимент и попадают туда, и дальше живут свою жизнь уже на территории эксперимента. Может быть, здесь что-то подобное, может быть, здесь что-то другое, это не важно. Самое главное, то, как относятся люди к этим бесконечным книжным томам, они, естественно, по природе своей, раз они всю свою жизнь, от рождения до смерти, от появления, да, в этом мире, в этой вселенной до смерти, проводятся, проводятся в библиотеке, то они являются, естественно, библиотекарями, да, книжниками. Самое интересное, что они всю свою жизнь в этом пространстве, в замкнутом, ищут смысл в этих книгах. И вот тут начинается необычное. Тут начинается то, что дает возможность интерпретировать этот рассказ как символическое описание механизма всей человеческой культуры. В бесконечном многообразии форм, воссоздающих абсолютно бессмысленный сюжет. Поскольку, если не принять во внимание как раз тот иррациональный выход, надежду на божество, на загробную жизнь, на какие-то высшие идеалы, да, которые там где-то иррационально выплатятся, то с точки зрения логики человеческая жизнь она достаточно бессмысленна. А уж культура человеческая, она точно бессмысленна. Набор вот этих вот символов, которые на полках перемежаются. Это потрясающее чувство, потому что сначала у тебя с вдалбливающей, забивающей гвоздики, молоточком достоверностью вводят в эту вселенную, да, а потом тебе показывают всю ее абстрактную бессмысленность. Это символ вообще всей игры в бисер, которую знает человечество всего этого обращения с культурой, да. Это символ тщетных попыток человека понять вселенную, которая его обращает. Это символ много чего еще, в том числе самого творчества, самого Борхеса. Но это ничего не значит. В любом случае мы поражены тем уровнем обобщения, которое фантазия Борхеса нам дает, тем уровнем понимания проблемы, да, вот что бы мы ни искали, какие бы тексты, люди сходят с ума. Они хватают эти книги с полок, да, и вышвыривают их, швыряют их бесконечные эти колодцы, да, уничтожая тем самым надежду на то, что в одном из этих томов исчерпывающее руководство к тому, как читать этот сложный шифр или код, или это случайный набор, там это будет подтверждено, объяснено чем-то, как-то, значит, что вот один из этих томов, в котором был этот волшебный ключ, он таким образом и был уничтожен, вот этими сошедшими с ума людьми, да, другие пытаются всю жизнь понять содержание одной единственной книги или одной единственной страницы, третьи пытаются путешествовать, общаясь с разными библиотекарями в надежде, вот, объединив усилия, что чего-то добиться, что-то понять, да, но в любом случае все эти, вся эта деятельность, она бессмысленна, потому что в самой природе мироздания заложена вот эта вот удивительная избыточность информации, да, при полном непонимании того, что сказано, что нам дано. Это потрясающе трагический рассказ, после его прочтения остается сложнейший послевкусие, с одной стороны, ты восхищен фантазией Борхеса, с другой стороны, ты обескуражен тем, какое тягостное впечатление производит вот эта рассказана на тебя история, а с третьей стороны, ты понимаешь, что все рассказанное является символом чего-то, и вот еще раз повторюсь, сила обобщения, сила вот этих вот символических рядов, которые выстраиваются в бесконечность, она, конечно, тоже завораживает, это только Борхес мог придумать такую штуку, которая будет универсально достаточно, которая очень о многом говорит, не намекая конкретно ни на что. Там еще очень много о кодах, о шифрах, о тайном знании, которые можно вычитать, о чем рассказ, несмотря на то, что он совсем небольшой по объему, это вот несколько страничек, очень о многом заставит подумать и вспомнить при его чтении. Вот такой Борхес, автор, который заставляет тебя думать, автор, который не дает тебе легких надежд и обольщений, не успокаивает тебя эмоционально зачастую, но уж точно заставит голову поработать на все сто. Вот такой автор, который будоражит, который не оставляет тебя спокойным и равнодушным. При всем том, что внешних эффектов, никаких душераздирающих историй, никаких сантиментов таких вот, ты сейчас не вычитал, ты просто поражаешься тому, как напряженно может работать мозг без вот этих внешних приманок, без вот этих внешних привычных тебе сентиментальных или эмоциональных эпизодов. Вот такой Борхес. Читайте, наслаждайтесь. Значит, у меня в руках один из томов собрания сочинений, издательство Амфора, Санкт-Петербург, 2000 год. И именно здесь находится в переводе Бориса Дубина рассказ Славионская библиотека, о котором я вам рассказывал. Хорошего чтения!